Сегодняшнее видео будет содержать видео, снятое ранее. Но вопросы, которые там освещены, актуальны и по сей день. По сути, уже ходят видео с моими ожогами на лице видео в сети. Технология достаточно простая. Использую сотовую связь и радиовышки. По сути дела, все, что передает радиочастотный сигнал, можно воздействовать на человека путем направленного звука. Я думаю, если вы не идиот, вы можете найти в интернете видео, приколы, скажем так, в библиотеке, где парень стебется, направляет специальную панель. Или можете посмотреть рекламу Боржоми. Просто поизучайте направленный звук. И уже очень многое для себя откроете интересного. Что самое интересное. А потом задайтесь вопросом. Как человек за несколько недель может таким образом свариться? Я думаю, те люди, которые захотят узнать, каким образом ими манипулируют секретные организации, то есть те люди, которые любят всякие теории, заговоры и так далее, действительно хотят разобраться, что же за дерьмо происходит, как из них могут делать лохов. А на примере моем расскажу так, что меня развели просто на все мои деньги. У меня была квартира, которые я продал за 5,8 миллионов. Отнес деньги в Дакимову. Потом еще по глупости поделился технологиями. Это агрегирующая платформа. Скажем так, почта будущего, которого будет включать в себя. Скажем так, ну что такое агрегирующая платформа? Это договоренности со всеми почтами, увязанные в одну электронную систему, которая может, по сути дела, управлять процессами, ну, представьте, Any Way Any Day, которая после выхода на рынок начала контролировать стоимость авиабилетов. Или, допустим, я поделился другим проектом, который тоже может быть реализован. Тоже агрегирующая платформа на основе мобильного телефона, когда ты сканируешь QR-код скидки, и он у тебя остается в приложении, и больше тебе не нужны никакие пластиковые карточки. Ты подходишь на кассу, а у тебя в одном приложении все скидки. Я также поделился другими интересными технологиями. Если можно таким образом направленно использовать звук, то можно действительно человеку на ночь пытаться направленно в голову внушать некоторые мысли, допустим, даже обучать его каким-то образом или направлять на какие-то действия. А теперь представьте, как могут сбыться пророчества, когда люди начнут кидаться друг на друга, падать заживо. А мне кажется, уже очень многие пророчества сбываются. Вы не заметили, в какое сумасшествие приходит мир, что вокруг происходит? Мне кажется, Армагеддон не за горами. Поэтому даже самые неверующие скоро начнут верить. Но, во всяком случае, эти ребята к этому так и стараются. Посмотрите. Также, наверное, выступление на Яндексе найдете. Мой вопрос про ИИ, про компьютеры. Что будет, если те люди, которые обладают черными замыслами, взрастят электронного монстра, этот электронный монстр захочет поставить весь мир под контроль? Будет он ли положительным или отрицательным? Вот в чем весь вопрос. Исходя из того, что сейчас мы видим, как используются технологии, скорее всего, нас действительно после чипизации ждет клеймо на лбу 666. Ну, вы видите, опять-таки, какое у меня красное лицо. То есть, каким бы образом мне загореть зимой, сидя дома у областной прокуратуры, наверное, это психосоматика, разнервничался. Вот тем докторам, которые меня обследовали, и вообще все, которые участвовали, пусть они задутся одним огромным вопросом, что же действительно происходит, к чему стремится мир, и чем это вообще может закончиться. Понимаете? вот это самый главный вопрос. Возможно, возможно, это посмертное видео, потому что я вам объясняю, меня заказали. Ну, коли вы видите, что со мной происходит, знаете, нужно быть дебилом, чтобы не понимать. такие покраснения. На улице два с половиной. Интересно, как бы меня могло так обморозить? Наверное, я где-то находился в морозильной камере одновременно. у меня повышенная температура. На примере Беляева фантастики, почитайте, вспомните, что путем направленного луча, а это еще было написано ой, в каких годах, путем направленного луча человек раздевался до гола и шел, топил практически снег. Поизучайте научную фантастику. Вся эта научная фантастика уже давно реализуется. которая как маркер сообщает, что в вашей голове находится чужеродное вещество. Недаром электронезависимая компания НЭСК, когда приехала проверять офис на жучки, нашла лишь слабый, источаемый радиосигнал от нового позвоночника у шеи и у головы. Опишу период жизни в то время, связанный со здоровьем. Несмотря на покрывающее тело с каждым днем язвы, я чувствовал себя относительно нормально с сегодняшних дней, но в плане усталости. Язвы были устрашающие. Вот результаты нагрева микроволн. Просто кожа начинает буквально сочиться водой и соками. Я не знаю, микроволн, GSM-волн или что это происходит. Происходит вот это вот безобразие. Мало того, что покрывали все руки, так они перекинулись на ноги и все тело. Что тому виной? Разные частоты используемые на мне, ли действующее вещество находилось в максимальной концентрации. Одному Богу теперь известно, так как после этого я прошел гормональную терапию и мне поставили диагноз острый дисгидроз и нейродермик диффузный. На первое время это снизило высыпание это лечение, что истинно помогло. и отчего кажется, что голоса стал слышать тише, это плазма форез крови. Что я прошел дважды. Жаль, не в достаточном объеме. Вообще язвы и диагнозы говорят, что для тела это сродни оказаться в микроволновке. Когда вы ставите курочку, например, или овощи в микроволновку, то первым делом испаряется влага. После общения с врачом насколько быстро развиваются такие болезни. Он мне объяснил, что в течение 6-8 лет работаю в агрессивных средах. А за два месяца спросил я, но не в термическом реакторе же ты работаешь, ответил он. Вопросы и ответы напрашивают сами собой. Медитина констатирует, но не находит причины возникновения. Те так называемые ожоги могли быть следствием острого дерматоза, как, кстати, голова до сих пор неимоверно чешется после того, как я услышал первые голоса. И мне помогает бриться или стричься, так сказать, под нолик, от этого зуда меньше. И если перегревается ваша голова, то рекомендую мокрое полотенце, хоть как-то снимать состояние тяжести и ощущения, что вы плывете. Относительно остального тела, доктор мне не рекомендовал обоеваться кипяточком, как он говорит, то есть не принимать горячий душ. Но единственное, что спасало от зуда и приносило успокоение, как раз и был горячий душ. Так, чтобы тело еле терпело. Еще, естественно, сауна. Итак, если вернуться к тому, как со мной работают, то голосов сначала было пару, потом они увеличились. И первые голоса были, скажем так, синтетические. А как вы понимаете, можно использовать синтетический синтезатор голоса. Так вот, эти голоса не особо отличались интеллектом, ровно и разнообразным тональностям. Их легко можно было поставить в ступор к каверзным вопросам про части тела, например, про их привычки или жизненный уклад, или услышать что-нибудь в ответ из набора бота «Я не могу без тебя». Когда он не находился, что найти. О, как трогательно. Как вы понимаете, на мне вели отладку чат-ботов или примитивного искусственного интеллекта. До чего он сейчас развился, кто знает. Потому что спустя год и два месяца зачастую я понимаю, что он, что они уже просто разговаривают с ним. А я являюсь невольным слушателем. Кто они разговаривают и с кем неизвестно. То есть, либо это сами все операторы разговаривают с чат-ботами. Либо чат-боты сами разговаривают друг с другом. Возможно, я ошибаюсь, но несколько ботов или имитирующих их псиопов отказались работать. Кстати, об искусственном интеллекте и о том, сможет ли программа как машинка или как ее еще их они сами называют. Та сама себя передразивает чуть-чуть по-другому маршруткам. Мол, вы все на мне катаетесь. Освоить эмпатию в человеческом понимании. Вопросом этим я задавался на Яндекс. Конфернс, равно как и теми вопросами все ли понимают до конца создатели искусственного интеллекта. История человечества, история войны и насилия, с редкими перерывами на восстановление и отвлечение на культурный рост. Так чему сможет на истории человека научиться искусственный интеллект? Как многие читали, уже были первые опыты и первые чат-боты искусственного интеллекта желали убить всех в чате. Ссылки можете найти в интернете, как первая машина, первый искусственный интеллект угрожал всех убить спустя пару-тройку дней, находясь просто в обыкновенном чате, где общаются люди. Окей, за год общения, я не знаю, до сих пор, были это или люди, пишущие скрипт, или сама машинка, кого мне приходилось учить с человечности, но есть такая фишка, что программа заменяла слово говно словом гондончики, и не нравилось это слово. Тогда я хоть различал, кто вещает в рупор. Я, помню, много времени провел, объясняя, что все неоднозначно в нашем мире, и мне порой казалось, я находил взаимопонимание, но там, где есть программа, там есть и человек, что может ее порой поправить. Что будет, если программу править станет нельзя, или она научится кодить себя самостоятельно. На Яндекс Конференс 2018 года я задался вопросом, что если искусственный интеллект, не обнаружив следа Бога в бытие, сам пожелает стать им. Вижу, что у микрофона с номером появился живой человек, я прошу открыть этот микрофон, и вот сейчас я прошу микрофон номер один в зале, дайте, пожалуйста. Спасибо, добрый, я уже здесь третий раз, и каждый раз слышу что-то новое, и естественно, в связи с тем, что услышал, сразу вопрос. Дело в том, что Алиса, во многом вы ее пытаетесь сделать похожим на человека, но как известно, человек достаточно лжив, и когда вы задаете вопросы, по большей части она тоже отвечает из области человека ни о чем, а как вы понимаете, мы пользуемся интернетом, хотим иногда получить конкретный ответ, так вот, как состоят, как обстоят дела с вычленением, скажем так, правды, если я ей задам, а ты уверена, а ты точно знаешь, а там то-то-то, а это действительно правда, что она ответит? Ну, расскажи в применении к картинкам, вот действительно, а это точно Пушкин? Но, смотрите, давайте так, что есть две части того, как Алиса становится похожей на человека, это наши усилия, и как ни странно, усилия этих людей, которые с ними общаются. Алису, похожей на человека, делаем мы сами, мы сами наделяем ее человеческими свойствами, мы сами хотим увидеть в ней человека. Что касается умения четко и ясно отвечать на поставленные вопросы, давать максимально точный и конкретный ответ, я вам завидую. То есть, видимо, люди, с которыми вы общаетесь, именно такие. Мой круг общения довольно широкий. И дело в том, что и у Алисы, как ни странно, круг общения, если его можно таким назвать, он тоже довольно широкий. Как вам говорили, Алиса училась на реальных человеческих ответах. И есть такой фоновый уровень в тех ситуациях, когда Алиса не знает точного ответа, когда она отвечает как человек в интернете, ответ действительно такой. Но мы сокращаем количество случаев, когда Алиса не знает ответа на поставленный вопрос. И вот Миша сегодня рассказывал, что увеличивается количество умений Алисы, увеличивается количество навыков, увеличивается количество ситуаций, которые она умеет отрабатывать. И следите за ней, скоро ответы будут все точнее, они уже становятся точнее и точнее. Но они будут разные, ты же понимаешь, но вопрос о смысле жизни нет правильного ответа но тут спорная позиция ноги будем считать что да можно чуть-чуть дополню стоп простите нет здесь много людей я вижу людей например у микрофона номер вот отличная мысль стоп нет нельзя руслан ответь если можно я думаю что если вспомнить что недавно google презентовал в плане там допустим одного только голосового помощника что он уже неразличим может быть неотличим по интонационной по манере ведения диалога от живого человека то в принципе я думаю через пару лет это будет достаточно человечный выглядеть вопрос еще в том что большинство многие люди сами по себе нечеловечны поэтому это странный вопрос я понимаю я хотел но я хочу когда я вышел и две минуты затирал о том что мы недооцениваем искусственный интеллект я боялся что в конце ты разорвешь рубашку там будет огромная бомба и мы все таки типа радикал против интеллекта я особо на машине мыслить им про зимой импатии я дал возможность ребятам высказать свое мнение спор может быть на эту тему и бывает бесконечен а второй вопрос кстати а у меня нет на него как раз вытекающий оттуда вопрос бога так как у нас недостаточно данных не может получиться так что и искусственный интеллект даже если представим существует или не существует может ли выйти так что искусственный интеллект сам создал может они ребят все я беру жестком управление в свои руки может или не может каждая из вас отвечает да или нет и на этом мы славно заканчиваем наш планет он будет очень машинно думать в плане ну как сейчас могут они бога создать смогут а если не создадут значит просто мало старались а им никто не поставил такую задачу сказали бы программисты борис ты а мы просто вопрос был про то как мы стараемся делать более человечным есть ответ мы грустными глазами смотрим в сторону пиарщиков яндекса и говорим давайте сделано доброе вот такая у нас работа и кто самое главное этому помешает рубильник что представим что искусственный интеллект уже в сети но по аналогии с вирусом ничто не помешает и размножить себя везде потому что верно отключение также не помогут представим торрент сеть и проведем аналогии а с учетом того что многие зрители мучаются от технологий вид у кей голос череп чем это обернется для владельцев технологий и их жертв кто знает может ли быть так что мощности компьютеров не хватает и нас используют как мощностные резервы ну к примеру вы не можете же все фотографии сохраните и используя используете облачное хранилище что помешает искусственному интеллекту пользоваться мощностями вашего мозга общество может начать строиться по типу улья есть матка есть слуги есть военные и так далее да и самый главный вопрос мы упустили кто помешает машинке с ее возможностями прогласить себя богом будет зависеть от того сколько инструментов вложено в руки синтетического разума здесь уместен будет диалог с отцом когда я пытался понять к чему может привести синтетическая телепатия а теперь представь что ученые доказали что любой прибор любая лампочка может быть источником передачи информации вообще любой понимаешь что такое машинное обучение машинное обучение когда один компьютер чему-то научился и все компьютеры научились этому сразу понимаешь тебе нужно пойти в школу отучиться путем преподавателя получить знания ты понимаешь и потом тебе очень долго нужно будет передавать эти знания кому-то вот машина учится таким образом что если одна научилась то научили все вот задача вывести новую расу людей ты понимаешь а этим как раз сейчас занимается евреи понимаешь чтобы путем вот этой вот технологии послушай меня путем вот этой технологии а люди сейчас смотрят на тебя моими глазами и слышь что о чем мы говорим чтобы один человек сидя на занятиях ты понимаешь передавал мыслями и визуально всем другим ты можешь себе представить машинное обучение у человека именно после того как я поехал на яндекс конференц ты понимаешь и начал задавать вопросы а вообще вы в состоянии понять что такое машинное обучение и к чему она приведет какой доминации люди начали думать в этом направлении дальше если теперь люди людьми если теперь действительно искусственный интеллект поймет а мы уже видели по интернету видели по телевизору о чем говорит этот искусственный интеллект о том что у меня одно желание вас уничтожить вы глупые люди то везде где есть электричество существует опасность ты понимаешь ты можешь себе это представить что человек просто любой человек получается подключен допустим из спецслужб подойдет к радиовышке ты понимаешь и получит информацию двое людей сидят в покер играют ты понимаешь и сидит третий лох не подключенный к этой херне ты понимаешь эти двое чепушат его в ноль вообще потому что он не в курсе ты приходишь на работу с людьми разговариваешь ты понимаешь а не оборудованием потому что у тебя вот здесь вот когда ты думаешь здесь вот у тебя внутри шевелится определенный орган так же как между ушей у тебя находится среднее ухо ты понимаешь на тебя направленный излучатель наводит и все что ты не пытался сказать наврать напиздить ты понимаешь впечатлить все казалось бы в пустую знаешь почему потому что человек с этим излучателем внутри сидит и слышит твои мысли ты понимаешь и сидит смотрит на тебя угорает эти технологии пришли а теперь завяжи это на биткоины ты понимаешь технологии которые внедряют и в которые я начал разбираться и пойми в чем эксперимент эксперимент в том чтобы меня как крысу подопытную взять лишить всего и посмотреть как я выживу ты понимаешь твой сын стал невольно участником эксперимента на основе того что у него есть мозги нету смысла тупую крысу пускать в бега ты понимаешь а вот умную крысу одну из самых умных крыс на планете можно пустить в бега ты понимаешь ты зря послушай дослушай до конца у тебя сын лучший игрок дозора экстрим России чемпион ты понимаешь универсальный воин которого даже некоторые правоохранительные органы боятся ты понимаешь потому что считают что я не подконтролен поэтому взяли подконтроль изнутри и решили поиграть в охоту на изюбре ты понимаешь поиграть со мной таким образом выбрали самого неподконтрольного самого опасного и самого умного получается в этом городе ты понимаешь и решили с ним поиграть мы долго разговаривали два месяца долго разговаривали с сотрудничеством ты понимаешь все свелось к тому что я должен отказаться от судебного дела ты видишь как судебное дело завернули вообще без моего присутствия и отсутствия ты понимаешь я нанял адвоката за деньги понимаешь и этот адвокат сделал так что дело вообще закрылось и только на основании своей чуки я пошел нанял другого адвоката и узнал что оказывается дело вообще закрыто ты представляешь то есть пройдя еще две недели я бы не смог его даже возобновить ты можешь себе представить насколько все элементарно в каком государстве контроля мы уже живем только на основании того что я пытаюсь отличить свои мысли от чужих я могу бороться с этими вещами ты понимаешь а первоначально первое место я офигевал послушай меня доказать прокуратуре что тебе нанесли травму из-за которой значит у тебя нанесен ущерб здоровью а вот в том то и дело что те вещи которые сейчас происходят подходят под статьи харазмент ты понимаешь нанесение увечья здоровья склонение к самоубийству ты понимаешь те вещи которые со мной делают тянут на статью пожизненное понимаешь а меня пытаются убрать вот поэтому я записываю вот эти вот видео обеспечивая себе тем самым безопасность что если меня грохнут эти материалы будут обнародован так или иначе поэтому я тебя как отца прошу если что-то со мной произойдет ты понимаешь дай просто волю этим материалам чтобы люди оставшиеся которые возможно вообще не знают что будет действительно а я предрек что в 22 в 23 году начнется действительно смена режима new world order ты понимаешь новый мировой порядок поэтому идет сейчас война технологий понимаешь хотят вообще всех людей взять под контроль через некоторое время тебе не нужен будет телевизор тебе просто будут приходить мысли в голову а ты не будешь понимать откуда они а еще через пять лет ты посмотришь на жену и можешь не узнать ее ты понимаешь и будет ли она работать так же как у машины машины обучения ведь все мы идем в школы институты знания даются нам тяжело еще тяжелее их передать одного учителя многим ученикам при машинном обучении вы как понимаете дела обстоят совершенно по-другому научился один научились все в точной копии потом главный вопрос который должны поставить люди перед созданием полноценной личности искусственного интеллекта будет ли она подвержена эмпатии по отношению к людям в первую очередь я не знаю развились ли псиопы либо объясновалась машинка но поначалу меня ругали за каждый неправильно закрученный болтик и ждал разряд пока я чинил допустим кресло массажного родителей или занимался построением своего скутера чтобы не сойти с ума следующий вопрос который стоит задать что получится из сети людей в нейроинтерфейсе завязанных на одном компьютере или интеллекте будут ли их мысли разниться со временем или они станут одинаковыми болванчиками с одинаковыми ошибками и одинаковыми успехами тут уж как повезет рассуждая где эти технологии с эффектом фрея или витокей могут быть использованы то мне приходит в голову в первую очередь военным использованием у нас все разработки сначала используют военных целях позже урезанные или модифицированные наоборот они идут в общий пользование итак армия и частные охранные предприятия удобно без сотого уха и понимаешь с полуслова если оператор не грузит тебя спамом определенно удобно другой вопрос можно ли перехватить сигнал это к слову что операторы потребовали разные частоты в работе с собой и многие наверное как и я чувствовали переключение с одной на другую так что звенило в ушах повышалось давление и так далее возможно эта технология отрабатывается с ГРУ все еще сложнее потому что случай перехвата это полная филаска мало того что слышно что они говорят им стоило бы как военные шифровальные машины инигмы учиться шифровать свои мысли а вот для контроля правоохранительной системы если отключить голосовую составляющую как контроль самое оно чтобы исключить коррупционную составляющую что уже говорить о политике среднего звена не топ-менеджмент те я думаю и сами не позволят и наоборот государственных секретов там большое количество настолько велико что слушайте ковыряться в мозгу у них никто им не позволит поэтому политики среднего звена думаю может быть где-нибудь лет через пять-десять готовьтесь что вас будут слушать учитесь заранее мыслить если правда ты не заключенный и находишься под следствием а необходимые данные показания в крыльчном виде если тебе не взять ну и неиспоримые плюсы есть у медицины сколько глухонемых смогли бы общаться телепатически насколько мне известно в сеть попадает в основном в разработки в виде гаджетов все таргет индивиджуалс что сейчас проходит ад и чувствует себя подопытными кроликами единственное чем я могу вас приободрить все вы прикоснулись к чему-то великому другой вопрос в какую сторону это величие будет направлено в деструктив исключительно или в созидание новых технологий вы только вдумайтесь кто мог мечтать о синтетической телепатии 50 лет назад все это казалось фантастикой ей же и является для простых обывателей сейчас а вот для контроля зэков и гарминальных структур все неоднозначно те могут также выработать свой особый язык визуализировать не есть на подмену и так далее кто знает чем закончится это к вопросу о том что в Китае возможно подобные технологии используют в ограниченном пространстве для того чтобы выпытывать какие-то секреты мы находимся в городе где по всему городу слышно мало того что я ездил в Москву и в Москве тоже слышно нахожусь в Москве в десятом корпусе психиатрии я думаю что там может быть расскажет были подобные случаи на пути все уследования и в поезде и в горе в Москве тоже слышно одинаково как в Саратове ну то есть чуть тише чуть громче все зависит судя всему от связи я так понимаю связь спутниковая поэтому для тех кто попали в эту ситуацию я думаю стоило бы бежать из России единственная станция которую наберу где меньше всего слышно это было у Зумова значит работает эта система по сотовой связи либо значит спутник это мое предположение либо вы понимаете что спутниковая связь спутниковое телевидение у нас даже сейчас радио переходит на спутниковое вещание о чем можем говорить все виды связи используя спутники из советов для тех кто оказался в моей ситуации чистите свой организм чаще ходите в сауну не забывайте о гигиене избегайте большого скопления магнитных полей что сложно сделать в наше время так как все пронизано вай-фай сотовой связью радио телевизором кстати не потому ли всю страну перевели на цифровое вещание что аналоговое для чего-то понадобится еще позже а если вспомнить прошлые сидимые стандарт связи что тоже было изначально военным использовался азиатами давайте вместо негатива посмотрим на преимущество что это может дать кому-то естественно в меньшей мере нам я за всю жизнь то за свою жизнь то не уверен беру кредит и не в состоянии от этих электромагнитных полей выспаться не знаю как буду выплачивать эти кредиты не знаю как я найду работу вот вам еще один совет если плохо спится выключайте вообще любую технику вместе с рубильником в квартире так по ней есть электромагнитный фон кому-то вам может люстр чижевского кто знает ионизирующим ли оружием частотным или каким пользуются все операторы покажем очередной эксперимент включены лампы чижевского здесь внутри проложен провод алюминиевая рамочка внутри просто проложен провод без всяких замыканий работает интернет работает вай фай подходим показываем этот провод вот он серый провод идет к вай фаю да то есть здесь интернет там подхожу показываю этот провод серый здесь который идет он уходит туда замазан то есть он здесь вот идет сюда в эту сторону да смотрим на лампу чижевского смотрим сюда ничего не происходит да снимаем обувь касаясь лампы чижевского и начинает искрить интернет каким же образом это происходит интересно если я не являюсь передатчиком какой-то либо сотовой связи по-моему у нас искрит обычно плюс на плюс или что-то в этом роде да оп мне люстра поставленная на ночь как-то помогало но я вставал после нее слегка разбитым комната у меня экранирована фольгой и это единственное место где я успокаиваюсь чуть больше правда и нагревается она сильнее других что еще раз подтверждает эффектами головолновки буквально на несколько градусов экспериментируйтесь и не стесняйтесь делиться своими экспериментами ну а я и мои несчастные разборки с отсутствием правоохранения в отношении меня отложим до следующего видео хотя как я говорил все тут крайне интересно завязывает подписывайтесь на канал не забывайте ставить лайки если информацию усвоили то делитесь ей возможно это видео сделает чего-то жизни легче обнимаю подписывайтесь на канал и